Дорога серая, ленту увелся. Друзья, всем привет! А мы сегодня в лесу. А что мы делаем в лесу? А вот приехали с инспекцией проверить, чем наполнены наши эстонские леса в радиусе 70 километров от Таллина. Не поверили людям, что леса пустые, нет ни грибов, ни ягод. Надо все проверить самим. Ну и вот действительно, если уже говорить серьезно, то на самом деле, ну ничегошеньки! Лес такой сухой, даже прям потрескивает все под ногами. Хотя накануне две ночи у нас были сильные дожди, но лес все равно сухой. Грибов просто приехали в одно место, посмотрели, там даже в зародыши ничего нет. Ни поганок, ни сыроежек, абсолютно ничего. Ягоды для брусники еще, наверное, рановато, а черника, ну есть так кое-где местами, но все это собирать надо поштучно. Штучный товар брусника, то есть черника. Ну вот переехали сейчас в другое место, посмотрим, может быть, здесь будет лучше. Хоть что-нибудь найдем, может быть. Ну а если что-то найдем, то, конечно же, я вам буду показывать. Хвастаться буду, если будет чем-то хвастаться. Ну вот такая сыроежка, молоденькая, тоже крепенькая, будем брать, потому что, как говорится, на безрыбье и рак рыба. А нет, ножка червивая, сейчас отрежу повыше ее, посмотрим, может быть, шляпка хорошая. Вот из грибов попадается еще колпак кольчатый, вот такой, вот этот молоденький. Вот посмотрите, у него здесь юпочка должна быть. И вот такой вот, когда молоденький, он такой с закрытым зонтиком, а когда становится постарше, то зонтик у него раскрывается. Возьму тоже, пожарить можно. Вот еще местами и горькушки тоже попадаются, несколько штук я уже взяла. Собираем все подряд, что идет в руки. Ура, друзья, вот она первая стоящая находка за сегодняшний день. Все-таки удача немножко улыбнулась нам. Но, правда, надо посмотреть, может быть, он червивый. Сейчас я тебя вытащу. О, смотрите, какой красавчик. Сейчас мы его проверим на червивость. А так прям ничего такой с виду. Красивый, свежий. А вот и еще один подосиновичек. Маленький, молоденький. Это муж нашел. Позвал меня специально, чтобы я сняла для вас. Смотрите, какой хорошенький. Все-таки здесь надо побродить в этом лесу. Ой, крепыш какой. Тогда должен был здесь. Давай, подержу. О, какой. Это настоящий. Ага. Да, ну как настоящий. У меня тоже настоящий. Смотри, такой настоящий крепыш и для засолки, мариновать, сушить, жарить, все, что хочешь. Да, да, да. А шляпку покажи какая. Молоденький, крепкий. Ну, не червивый, наверное. Мы же еще не отрезали у него. Тут ножку не смотрели. Ну, да. Он такой прям упругий весь. И кажется, что не червивый, молоденький крепышок. Ну, давай побродим еще по этому месту. Раз нам попадаются здесь подосиновики, значит, может быть, немножко наберем здесь. Посмотрите, друзья, полюбуйтесь на красоту эстонского леса. Мы заехали сейчас в черничник. Грибов, если нет, так хоть черники, стаканчик набрать на пирожок. Посмотрите, какие ровные, прямые, высокие сосны стоят. Прям мачтовые, корабельные. Солнышко светит, птички поют. Ходим, наслаждаемся природой, гуляем, дышим озоном. Из любых предложенных обстоятельств нужно извлекать какую-то пользу для себя. Правда ведь? Передохнули, пойдем дальше. Немножко просеем тут ягоды в лесу сразу, чтобы не везти грязь. Да все, там нет ничего. Кистики эти. Ну что, как ты думаешь тут? Еще у нас там немножко есть уже. Пирожок хватит какой-нибудь. Да? Булочку. Чтоб не совсем обидно было. В общем, у нас сегодня штучный товар такой. Прям все поштучно. У нас из благородных только два гриба подберезовики, которые... Ой, подосиновики, которые я вам показывала. Все. Остальное сборная солянка. Немножко, несколько штук лисичек. Несколько штук этих колпаков. Вот, да горькушки тоже стали брать, хотя набрали их маловато. Не знаю, что мы с ними будем делать, но, в общем, как-то так. Короче говоря, на пожарить хватит. И на пирожок тоже хватит, да? На заготовить нет. На заготовить нет. Так вот, чтоб совсем обидно нам не было, что мы в лес приезжали. А ладно, воздухом подышали. Воздухом подышали. Что есть, то есть. Так, ну все. Находились, набродились. Еле ноги таскаем. Все-таки по лесу, конечно, очень трудно ходить. Сейчас дух переведем, водички попьем. И дран на хостен. Да, Сергей Батькович? Все. И до дому, до хаты. Все. Прогулок хватит. Особенно для первого раза. Все еще у нас впереди. Так что, друзья, мы отправляемся домой. Вам счастливо оставаться. И до новых встреч в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok